Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос достаточно объемный, забегающий вперед сразу скажу, что он касается одиночества, проблемы одиночества. Вот, по крайней мере, так по мнению автора вопроса, по крайней мере, получается. Вопрос достаточно объемный, поэтому я не буду его читать, я буду его сейчас зачитывать и давать комментарии. Итак, меня зовут Герман, мне 24 года, по своей сути добрый, воспитанный, действительно иногда неуверенный в себе человек, сопряживающий людям и очень сильно к ним привязывающийся. Вот, понимаете, штука в том, что я сейчас, наверное, скажу такую достаточно, может быть, провокационную вещь, но... Добрые люди, они должны вызывать ощущение какого-то такого, ну, какое-то позитивное чувство должны вызывать, да, добрые люди? Добрые люди, они должны вызывать, ну, что-то такое светлое, да, что-то такое вот расширяющее, если они должны вызывать. Ну, вот, несколько примечательным является тот факт, что, когда я читал ваш текст, у меня таких ощущений не возникало. У меня возникало ощущение, наоборот, скованности, ощущение, знаете, такой, такой несвободы, ощущение такого, знаете, напряжения, как будто бы у меня возникали такие чувства. Я бы сказал, вот, поэтому говорить о том, что вы именно, вот, добрый, да, говорить о том, что вы добрый и что вы сопряживаете людям. Я вам верю. Я верю в то, что для вас это так, но я также хочу сказать, что доброта, она бывает разная, и то, что, например, вы описываете, говоря о том, допустим, как привязываетесь к людям, например, это не про доброту, на мой, по крайней мере, скромный взгляд, а это больше про, действительно, вот, страх оценки. Страх оценки и про некоторую такую потребность, вот, что называется, быть с кем-то, то есть пытаться расположить к себе, я бы сказал, человека. Вот, то есть, вот, то, что вы описываете, да, как будто бы больше из-за некой такой вынужденности происходит, особенно, ну, с учетом того, что у вас есть трудности с коммуникацией, да, и вы такой стеснительный, стеснительный человек. Вот, то есть это, конечно, образовывает такую вот синергию, если угодно, которая говорит нам о том, что, возможно, ваша доброта не является выбором, а является, вот, так называемой, ну, вот, знаете, вынужденной такой мерой, для того, чтобы вам не осталось в одном. Ну, вы прекрасно понимаете, что если вы, если вы, ну, если вы будете, вот, вести себя, там, ну, грубо говоря, не по-доброму, да, вот, если вы будете вести себя, вот, как-то, ну, недобро, например, то вы не сможете, что называется, вот, достичь своей цели, да, вот, то есть вы не сможете быть счастливым в этом смысле, вот, вот, и, конечно, тут вы можете сталкиваться с необходимостью делать то, что вам не хочется и быть тем, кем вам быть не хочется. Дальше. Всегда были проблемы с коммуникацией с другими людьми из-за стеснительности. А вот, что такое, а, что такое стеснительность? Ну, вообще, что это такое? Вот, стеснительность, это, с одной стороны, отспаривание и подавление чего-то в себе, с другой стороны, это запрет на злость на личные границы, вот. Это запрет, ну, вот, запрет, грубо говоря, на протест. Такая вот стеснительность, достаточно, как мне кажется, серьезная. Вот, то есть у стеснительности вашей есть свои основания и свои, так скажем, причины. Вот, то есть как-то вот вы в этом оказались, ну, как-то вы в этом оказались, ну, вот, в состоянии, вот, стеснительности. Это очень важно поинтересовать, да, если мы хотим разобраться и вам помочь. Дальше. Я запутался в себе и совсем не понимаю, как поступить правильно, а как согласно своему сердцу. Ну, я думаю, что вы, конечно, понимаете, как поступить, согласно своему сердцу. Просто у этого есть, вот, в данном случае у этого есть своя цена. И вот цену, цену как раз, как мне кажется, именно цену вы, ну, платить не готовы. Вот, то есть именно, именно, вот, платить цену вы не готовы за то, чтобы, вот, поступить, эм, так, как вам, ну, хочется, да, так как вы считаете, эм, правильным, важным для себя и так далее. Вот, поэтому я бы тут, я бы тут, конечно, конечно, несколько посмотрел бы повнимательнее. Когда-то давно, уйдя в армию во время службы, меня бросила девушка вначале, я отнесся к этому совершенно спокойно и даже подумал, ну, искать всю дорогу. В то время я почему-то стал грустить и хотел, чтобы она вернулась, но было уже поздно. А вот что изменилось? Вы говорите, почему-то? Почему-то стали грустить, да? Что изменилось? Пройдя еще какое-то время, я стал искать и знакомиться с девочками в соцсетях и познакомился с тем, которое показалось интересно в общении. Пять же момент, из какого чувства вы стали знакомиться с девочками, да? Интерес в общении – это какой интерес? Ну, он разный, бывало. Мы долго общались, переписывались, я испытывал сильную симпатию. Вот что это за симпатия? Какого она рода? Эта симпатия направлена и нацелена на девушку. Ну, эта симпатия направлена или нацелена на вас. Ну, в смысле вот, на вас самого, да? То есть что это за симпатия? Вернувшись с армией мы почти сразу встретились. И тут меня определил, она была не в моем вкусе совершенно. Да, то есть идеализировали, наполнили девочку своими образами. Так, я решил продолжить общение, сильно соскучился по женскому вниманию. Здесь дело не в том, что вы соскучились по женскому вниманию, а здесь дело в том, что вам нужно, что-то конкретное нужно было. Это первое. А второе, как мне кажется, это то, что вы не чувствовали себя либо мужчиной, либо любимым. Вот, мы начали встречаться, хотя я осознавал, что нам не подходит и нужно завершать общение, но сейчас я понимаю, что побоялся одиночества. А чем вас пугает одиночество? Давайте вот, давайте вот так вот подумаем, чем вас пугает одиночество? Что в нем такого страшного? От чего спасают вас люди, девушки в частности? В частности. Мы провстречались два месяца, она стала открываться, мне рассказывать, что росла без отца, он бросил их с мамой, когда она была совсем маленькой, рассказывала про другие проблемы, и тут не стало ее жалко. Да, то есть что такое жалость здесь? Это когда я, условно говоря, чувствую себя несчастным, ничего не делаю для того, чтобы это изменить. Испытываю чувство обиды, например, и боли, например. Ну, от того, что я несчастный, да? Вот. И когда я встречаю другого человека, то я начинаю к нему чувствовать то же самое, что чувствую, могу чувствовать. В принципе, по отношению к самому себе. Но только это я запрещаю. То есть к себе я этого чувствовать не могу. Вот к другому, да, могу. Вот тут вот что такое жалость. Я передумал ее бросать, а что изменилось? Мы продолжили встречаться и гулять. Что общего там между вами? Каждый раз гуляя с ней, я не особо испытывал чувство радости или влюбленности, но продолжал встречаться с женщиной. Через 8 месяцев во мне что-то щелкнуло, и я ее бросил. А что щелкнуло дальше? То есть, вот понимаете, да, вы описываете некоторые, некоторые достаточно важные, получается, события в своей жизни, но при этом вы их как бы все время проскакиваете. Вот. То есть вы все время их проскакиваете, говорите, почему ты начал гулять? что-то вам нащелкнуло. То есть это все выдает в первую очередь невнимательность к тому, что с вами происходит. Это очень серьезно и, по моему мнению, является определяющим фактором в вашей текущей ситуации. Дальше. Побыть две недели в одиночестве, мне стало ее жаль. Перенос своих чувств на девочку. Опять же, что изменилось? Что изменилось? Я честно не мог переносить это в одиночество. Почему? Что? Что здесь? С чем вы здесь столкнулись? Возобновил отношения, мы продолжили встречаться, я пытался полюбить ее характер. А это как пытались полюбить? Но и тут она мне не подходила и опять же не вписывалась в мои критерии. А какие критерии, как вы понимаете, что она не вписывается туда? Спустя два года, как мы бы встречались, я ее опять бросил. Причем в состоянии алкогольного опьянения, да? То есть как бы алкоголь снимает некоторые ваши ограничения, да? Некоторую вашу стеснительность он снимает. Спустя две недели опять восстановила отношения. Опять стала одиноко и стала жалко ее. Ну то есть все постараемся. Были моменты, когда жили вместе в одной квартире, но спустя две недели уставала от нее. А от чего конкретно вы уставали? Хотел побыть один, в последнее время часто ругались. Какой ваш вклад в ссоры? Именно ваш. Начал смотреть в другую сторону, на других девушек, взортовав по возможности с ее подругами. Это для меня как глоток воздуха, но на измену никогда не пошел бы. Для меня это табу. А в чем для вас глоток воздуха общения с ее подругами? То есть что именно для вас глотком воздуха является? Что вас расширяет в общении с подругами? Если подумать, не все так однозначно были чувства любви за эти три года, когда по-настоящему были именно светлостью чувства любви. Вполне возможно. Но это скорее больше похоже на производные от ситуации. А может быть это была не любовь, а благодарность, например. И так далее. Мы переживали различные ситуации, проходили через многое, шутили, смеялись по-настоящему жили. Ну здесь вопрос конечно к терминологии очень сильно, очень много. То есть что значит, например, по-настоящему жили? Как вы понимаете, что вы по-настоящему живете, а когда не по-настоящему? Я открылся ей, был именно таким каким являюсь, это очень редко для меня. Потому что вы поняли, что она не уйдет, да? Но эти чувства сменялись, в голове что-то все щелково и оно мне не нравится. Опять же, что такое здесь вот щелково? Как будто бы вы близости боитесь. Я предложил с ней встречаться жить. Зачем? Сейчас я запутался окончательно. Да, как вы поняли, что окончательно запуталась? Я устал морально, от чего? Она хочет, чтобы мы начали жить вместе как семья, а я понимаю, что не смогу так, не смогу долго с ней жить. Но она стала мне родной, я все так же боюсь быть в одиночестве, все так же ее ощущаю. Ну так со страхом одиночества в данном случае нужно поработать, как вам кажется. В чем ваш вопрос? Какую задачу вы ставите перед психологом? На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!